Мечта Мечта – это основа любой деятельности. При общении с таким откровенным практиком, как Михаил Павлевский, поражаешься. Человек, который больше говорит об экономике сельхозрынка, практичности технологий и ценовых колебаниях на продукцию, которые держат украинского фермера всегда в тонусе, на самом деле откровенный романтик. Его хозяйство – одно из передовых в Украине, современное и конкурентоспособное. Вначале было всего лишь мечтой – красивой, неправдоподобной, невероятной для Украины начала 90-х годов. Правда, за свою красоту мечта и требует Павлевского. Его предприятие развивается такими темпами, что сложно представить, как Михаил Михайлович успевает за всем следить и дальше внедрять новые технологии. Правда, мечта не только строго спрашивается своего владельца, но еще и вознаграждает высокими урожаями, вниманием и уважением от коллег и сотрудников, не обижает и в материальном плане. Благодаря своим мечтам, сегодня Михаил Павлевский является одним из лидеров на рынке ягодной продукции Украины. Очередное достижение фермера – выращивание клубники с помощью малообъемной гидропоники. Давно была мечта в хозяйстве создать такую малообъемную гидропонику, потому что было бы сказано, что касается севооборотов, садить туда, сюда, вот такого не получается, потому что она земля здесь есть, степлица стоит здесь, вот, и севооборотами не получается. Одним словом, первый год малообъемной технологии по землянике, здесь можно выращивать бесконечно, тысячу лет. И меняется субстрат, абсолютно стерильная субстанция, так сказать. Учимся, вот, давно мечтали об этом, и действительно учимся всему. За первый этот год мы познали, наверное, больше, чем если бы смотрели лет 10 на что-то, на какие-то картинки. В работе с новой технологией в хозяйстве многому научились. Пришлось освоить науку, как правильно формировать кусты. Внедрили местное воздушное отопление для растений. Опробовали и узнали тонкости работы с импортной техникой. Научились самостоятельно создавать маты с субстратом и многое другое. Все это позволило предприятию получить первые урожаи еще в начале апреля 2014 года, а это на три недели раньше конкурентов. Как результат, удалось реализовать ягоду по очень выгодной цене от 50 гривен за килограмм. Вся задача сделать какой-то шаг вперед, то есть выскочить на 3-4 недели, чтобы при поступлении массовой продукции с отрытого грунта у нас оставалось процентов 10 продукции. Вот это вся и задача. На первый взгляд кажется, что-то сложно, ничего сложного здесь нет. Если все делать правильно. Прежде чем что-то делать, нужно сделать какой-то опыт хотя бы. В Японии видели горизонтальные, вертикальные маты. Мы сделали одни опыты вертикальные, горизонтальные, горизонтальные в двух плоскостях, в одной плоскости и пришли к выводу, что вот здесь самое удачное, это вот к югу у нас нижний ярус, здесь выше ярус. То есть здесь смесь фагного торфа с перелитом. Перелита 30%. Можно даже было и больше. Все, что идет дренаж отсюда, поглощается корнями виноградного куста. И так как корни проникают глубоко, он ее достанет везде. Практически мы, не то что практически, вообще виноград как бы не удобряем, потому что ему хватает всего того, чего идет дренаж. Есть и свои технологические особенности, о которых Михаил Павлевский рассказывает более подробно. Вот это у нас красным, это трубки отопления. Вот здесь есть красная труба непосредственно под мешком, это очень важно, она сразу греет субстрат. А это подача, а вот это вот обратка. Дошла 150 метров, вернулась, вот система отопления. Стоит котельная, вот умные котлы стоят там. А эти две трубки, это уже питание. Так как длина теплиц длинная, а 25 трубы не хватает, чтобы продавить до конца. Мы пустили еще одну трубку, в середине мы врезали, то есть давление распределили. И здесь вот 100 километров такой микротрубочки, ну просто объем большой. Опробованная технология также облегчает сбор клубники. Производительность труда растет, а с ней и зарплата сотрудников Павлевского. Как следствие, снижается себестоимость на фоне роста урожая клубники. Производительность уже выросла в первый день. Люди сейчас зарабатывают 250-300 гривен, да, Сережа? Конкретно создается продукция. Отсюда можно и платить, можно играться, опыты какие-то делать и так далее. Себестоимость продукции должна быть низкая, урожайность высокая. В хозяйстве традиционно для кормления растений применяют отечественные органоминеральные удобрения «Ростконцентрат» и микробиологический препарат «Байкал-М». В этом году ни разу не применялись химические средства защиты растений. Мы здесь тоже пустили «Байкал». И сразу хочу сказать, вот, у нас стоят здесь электронные датчики, электрические, вот, 3-4 раза в день замерялась температура как воздуха, так и в почве. После того, как запустили «Байкал», я сам не поверил, на следующий день на 2 градуса поднялась температура в субстрате. Видимо, пошло деление бактерий, жизнь началась, вот. Что и требуется тоже это самое. Или топить, или заставить работать миллиарды вот этих микроорганизмов. А «Ростконцентратом» обрабатывали по листу. Надо давать на 300 литров. Мы начали давать 700 грамм на 300 литров. Работает исключительно. Лист, видите, чистый. Вот здесь на листу нету ни пятнышка. Сейчас стоят у нас есть генераторы холодного тумана, так называемые, вот. С ними очень удобно работать, их два генератора. Мы уже прошли, практически два круга прошли Байкалом. Это просто. Это 10 литров раствора, генератор холодного тумана. Человек нажал кнопочку, до усика все практически обработалось. Нам просто при такой технологии клубника и виноград, когда это уже виноград вегетирует, а клубника еще не завершена, сбор, вот такие средства защиты просто архиважны. Пока уже получается, это уже радостно. На момент записи данного интервью сбор клубники проходил уже 3,5 недели. По оценке Павлиевского, плодоношение будет продолжаться еще до 2 недель. Общий период плодоношения на малообъемной гидропонике составляет 4-5 недель. В середине мая мы еще раз посетили Херсонщину по приглашению фермера и пообщались на тему итогов этого клубничного года. С чем мы пришли, с каким багажом к этому. Урожай вырастили. Качество достаточное. Можно показать вот такие вот сорта транспортабельные, урожайные. Убирается легко, просто, быстро. А от этого и вал, и заработок людей. То есть они зарабатывают, и они будут помогать дальше в работе. Сколько себя знаем уже, вот перед каждой уборкой, перед каждым вот, ну в основном перед уборкой, все, кто занимается производством, страшно волнуется, переживает. Цена какая будет, какая будет погода, как будет все. Вот, и это уже превратает как спорт уже. Тебе становится интересно в плане и качества, и количества, и ценовая политика. И хочется просто, может быть, кому-то это пригодится, больше читать этот букварь, потому что мы все хотим Европу, чтобы быть в Европе, нужно быть профессионалом. Потому что просто-напросто выплюнится с этой колеи. Вот, только профессионализм может что-то спасти. Вот, и производство. Потому что спасти нас, я всегда говорю, страну, семью в отдельности, может только производство. Подведем небольшой итог общения с Михаилом Павлиевским. Эту историю мы начинали с розовой мечты и вкусной налитой клубники, а закончили современным технологичным производством и безэмоциональной экономикой. Вывод прост. Каждая мечта требует, чтобы на нее пахали с утра и до ночи. Требует новых знаний и смелости реализовывать задуманное. Михаилу Павлиевскому, как видим, это удается. Сегодня он говорит об этом легко. Данный человек привык работать на свою мечту и живет в таком режиме уже больше 20 лет. Но по его признанию, в одном из более ранних интервью, давно, в начале пути он просто не знал, что делать. Ему помогло то, что он всегда знал и не раз в этом убеждался. Человек не должен бояться, а просто идти и делать задуманное. Учиться, брать лучшее и не отступать от своей мечты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова